Сейчас к нам в прямом эфире присоединяется руководитель фракции КПРФ в Госдуме Геннадий Зюганов. Геннадий Андреевич, здравствуйте. И ждем от вас оценку событий в Одессе минувшей ночью, где заживо сгорели более 40 человек в блокированном националистами Доме профсоюзов. Иван, мне это напомнило Хатынь. Кстати, Хатынь спалили в основном бендеровская сволочь, которая, даже когда люди вырвались из горящего сарая, расстреливали их из пулемета. Здесь была такая же жуткая, похожая картина. Подожгли с людьми это здание, потом не подпускали ни посты милицейские, не подпускали пожарных. И, по сути дела, спали людей заживо. Эти мерзавцы закончены под лицей, а никакие борцы за свободу и суверенитет. Я обратил внимание, что операция была скоординирована. Параллельно начались атаки на посты в Славянске, в Карматорске. Одновременно дипломаты зашумели на Западе. Вообще говоря, американцы срежиссировали, начиная с Майдана, эту большую драку, которая перерастает в гражданскую войну. Война им нужна, пока капитализм ни разу не выходил из кризиса, без войны, диктатуры, бойни и фашизма. Пока он существует, фашизм неизбежен. Вот этот фашизм в нацистском обличье, в бандеровском исполнении. Сейчас проявился ридный Украины. И Украина оказалась, с одной стороны, под мандатной американской территорией, где этот эксперимент проводится, с другой стороны, в руках фашистующих молодчиков. Всем людям с совестью, с головой и патриотически настроен, срочно надо объединяться. Фашизм надо душить зародышем. Потом бывает поздно. Еще ни разу они без большой крови от власти не уходили. Геннадий Андреевич, вот наш корреспондент в Славянске Евгений Поддубный сообщает, что когда там на баррикадах ополченцы и местные жители узнали о случившемся в Одессе, то отряды ополчения пополнились новыми гражданами, которые взяли в руки оружие, надели форму и теперь собираются защищать свой город от боевиков, одетых в форму национальной гвардии, вновь созданной на Украине. Вот на ваш взгляд, то, что случилось в Одессе, это ведь совершенно очевидная эскалация конфликта. К чему это может дальше привести? Вот Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Путина, говорит, что теперь уже ни одна страна, в том числе Россия, не может повлиять на желание людей вооружаться и защищаться от той агрессии, которую мы наблюдаем. Иван данной ситуации простому человеку оставляет одну возможность. Милиция не защищает, не прикрывает. Даже в горящем здании не могут помочь спасти людей. Власть из Киева всячески поощряет Юлия Тимошенко, приветствовать Порошенко вообще. Сказал, у меня есть только один язык силы. Я не знаю, сколько у него дивизий у Порошенко, но он распоясался до нельзя. И этот олигарх, который полагает, что силой можно завоевать юго-восток Украины, где три четверти промышленность и основной пролетариат, рабочий народ живет. Вот рабочему человеку что в этих условиях делать? Любой гражданин в Славянске, в Краматорске, в Донецке, в Харькове, в Николаеве, везде, он сейчас как рассуждает. Меня власть не защищает, она вооружает этих мерзавцев, бандеровцев, она поощряет их насилие, она всячески втягивает в армию конфликты, разжигая гражданскую войну. У меня один способ защитить дом, свою родную землю, детей, кроме как один взять оружие, организоваться в народное ополчение и отстаивать себя, свою безопасность, свою личную и семейную безопасность. Нет других вариантов. Можно разговаривать с людьми, кстати. Было бы в Киеве нормальная власть, давно бы сели за общий стол. Нашли бы решение, но никогда нормальная власть не будет начинать с того, что запрещает половину Украины говорить на родном языке. Что такое Донбасс, Краматорск, Славянск? У меня с Орловщины половину населения ушло в свое время на заработки в Донбасс. Знаменитый Стаханов, Орловский мужик, Сережка Теленин, Орловский мужик и так далее. У нас там у каждого родственники, друзья и связи. И сейчас и Россия не может со стороны наблюдать, ведь вопрос стоит так. Если завтра эта свора, ворвавшись на юго-восточную Украину, навяжет свои бандеровские преступные фашистские порядки, то послезавтра неизбежно возникнет конфликт с самыми тяжелейшими последствиями. Поэтому эту мразь, эту свору надо душить за родыше. В противном случае все повторится, как в 30-е годы. Сталин же предлагал Польше пропустить Красную Армию и договориться с французами-англичанами. Фашист задавить Германию, когда он только начал расстреливать коммунистов, сажать в концлагеря социалистов, профсоюзных лидеров. Те отказались в надежде на то, что и они направят фашистов на восток. А он, когда крепко задушил за 40 суток Францию, разбомбил Англию и рванул после этого на советскую страну. Поэтому мы не можем повторять ту трагедию, за которую заплатили 27 миллионов лучших сынов и дочерей нашей Родины. Но сейчас надо плотнее работать с Европой. Европа имеет прививку от войны на протяжении 50 лет от двух мировых войн. Я вот сегодня посмотрел, как Меркель вела переговоры с Обамой, и она получила мандат от всех деловых кругов Германии. Вот категорически не ввязываться в новые санкции против России, потому что товарооборот Европы и России почти 500 миллиардов, а с Америкой долларов имеется в виду, а с Америкой 26 миллиардов. Американцы хотят подкузмить и подсадить своих конкурентов в Европе, развязывая этот конфликт. Тоже так, что этот конфликт имеет многослойный характер. И здесь за этим стоит прежде всего американские геополитические интересы, столкнуть лбами славянские народы и загнать нас в глубокий холодный континент, отрезав от Южного и Балтийского, от Черного и Балтийского теплых морей. Это старая схема, и она реализуется на протяжении более чем сотни лет. Геннадий Андреевич, в том, что случилось в Одессе, где сгорели люди, десятки людей в Доме профсоюзов в результате атаки боевиков националистических организаций, вы видите в этом беспомощность властей в Киеве, которые не в состоянии контролировать активистов Майдана, или это умысел все-таки? Беспомощность это или умысел? И какую ответственность, вне зависимости от того, беспомощность это или умысел, должны власти в Киеве понести, на ваш взгляд? Иван, это стопроцентный умысел, хорошо подготовленная операция, когда вначале шли боевики, потом шли автоматчики, хорошо скоординированная, спланированная, когда они их собирали, подтягивали эти силы, размещали в хороших местах, за этим стоит крупный капитал и откровенные мерзавцы, которые провоцируют гражданскую войну. То же самое происходит и на Востоке. Посмотрите, в Артеме говорят, в гостинице сидят люди с англоязычным произношением, они такие же в Харькове забили гостиницы этим сектором правом и так далее. Это все управляется из одного центра, прикрывают это американцы, дирижируют они наркотики, добавляют чай и все остальное, и некоторые со стеклянными глазами прут. То же самое было и на Майдане. Это хорошо спланированные акции военные по своему характеру, преступные по сути и содержанию, абсолютно дальнобойные, потому что им надо завязать большую драку и тем самым спасать свои капиталы. Еще раз повторяю, мировой капитализм за 200 лет имел 12 кризисов, два последних системных закончились двумя мировыми войнами. Капиталист не знает выхода из кризиса, кроме как войны и диктатуры. Есть еще более приемлемая революция. Наш Великий Октябрь спас Российскую империю, собрав в единое союзное государство после 1917 года. Наша победа в мае 1945-го спасла мир от фашистской диктатуры. Сейчас исполняется 70 лет освобождения Крыма и Севастополя, вот и в этом году 70 лет исполняется освобождение Украины и Белоруссии. Вот эта свора, эта сволочь фашистствующая Бандеровская пытается сегодня взять реванш. Слово сказать, вся эта публика Бандеровская была пригрета в Канаде и в Америке после войны. Они их поддерживали, они их всячески поощряли, они их скармливали. Они последние 10 лет науськивали их, готовив, в том числе и молодое поколение на Украине. Кстати, на Украине не оказалось ни одного государственного канала информационного. Или олигархия проамериканское владела, или владели откровенные американские спецназовцы и их информационный спецназ. Мы это сейчас видим, слышим. Вы как специалисты, вы прекрасный специалист. Я ваши интересные обзоры по кинопанораме смотрю регулярно. Вот, это прекрасно понимаете. Сейчас ведут войну на трех фронтах. Геннадий Андреевич, в этих обстоятельствах, как рядовым гражданам России, рядовым гражданам Украины, которые вне конфликта, которые не на баррикадах, а просто живут, пытаются просто жить и работать сегодня, как следует реагировать на все на это? Ведь, по сути, это один народ, который однажды, много десятилетий назад, перенес кровопролитную гражданскую войну, братоубийственную гражданскую войну. Как сейчас реагировать людям? Мы должны понимать, прежде всего, народ России и Украины попали в крайне сложные положения. Против народа России и Украины, против славянских народов, Америка развязала новые войны. Она проводила войну. Их три генерала и тысячу советников вместе с акашистами пытались взять на абордаж юрной осетки Абхазии. Тогда мы проявили волю характера, не позволили расправиться. Сегодня мы должны сознавать, как бы тяжело ни было, сейчас простых решений нет. Если мы бросаем на произвол судьбы своих соотечественников на юго-востоке Украины, завтра этот пожар будет у нашего порога, а он уже у нашего порога. Поэтому надо использовать все дипломатические методы, плотно работать со всеми европейскими странами. Надо поддерживать тех, кто защищает и охраняет свои семьи, борется и так далее. Я извиняюсь, наша страна имеет уникальный опыт. В свое время Россия помогла освободить от Османского и Ига братскую Болгарию. Четыре Орловских полка там сражались. Орловский, Брянский, Болговский и Севский. Мы помогли добровольцам в Испании, в принципе. Сегодня добровольцы могли бы активно помочь и на востоке Украины. Тем более там у каждого есть родственники, друзья и близкие. Но и одновременно надо использовать и государственные права. По крайней мере, когда расстреливают с воздуха и вся эта сволочь расстреливает гражданское население, у нас есть и у президента право и возможность дополнительно использовать ресурсы. Но это крайний случай. Сейчас прямо надо заявить тому же Турчинову, что он превращается в государственного преступника, военного преступника, который расправляется с нашими соотечниками. Это преступление без срока давности. И где бы он ни находился на планете, мы его завтра объявим государственным преступником, и он принесет свою полноту ответственности. Это касается и того, который сейчас отдает приказы, в том числе и тех командиров, которые лезут расстреливать своих сограждан. Армия не имеет права вмешиваться в это. Даже Конституция нынешней Украины запрещает это делать. Надо работать по всем каналам. И работать сейчас плотно, не теряя ни одной минуты. Геннадий Андреевич, пожалуй, последний вопрос. 25 мая назначены на Украине президентские выборы, и украинские политики проводят активную предвыборную кампанию. Сообщают информационные агентства, что некоторые из них уже прибыли в Одессу, для того, чтобы сделать какие-то заявления по следам событий минувшей ночи, трагических событий. Вы один из опытнейших политиков на постсоветском пространстве с многолетней политической карьерой. Геннадий Андреевич, ваше чутье, ваша интуиция, какое подсказывает вам видение политического будущего тех, кто сейчас провозгласил себя властью на Украине? Никаких полноценных выборов в этих условиях произведено быть не может. Симоненко, талантливые политические руководители, очень честные, мужественные депутаты, спалили офис, спалили дом, преследовали и так далее. Уже целый ряд талантливых ребят сняли, и не могут дальше участвовать в этой вахканале. Сейчас пытаются организовать американцы борьбу между двумя кандидатами, Порошенко и Тимошенко. Тимошенко и ее команда сейчас находятся у власти. Турчинов, она, ваку, это все одна и та команда. Но по последним опросам, там, где у них есть возможность маломальски провести выборы, они проиграют Порошенко. Порошенко это стопроцентный американский ставленник, причем самого такого отъявленного пошива, который не стесняет, заявляет, что он будет силой, языком силы, заварить с кем угодно и душить тех остальных. Вот американцам нужен фарс по имени выборы, и признать через 24 часа, что выборы состоялись, так же, как они эту свору привели в Киеве в власти, отказавшись выполнять соглашения, и те, которые были подписаны в феврале и Женевске. В общем, этот разыгрывается сценарий, но, на мой взгляд, Тимошенко эти выборы уже невыгодны. Она чувствует, что проигрывает, поэтому и поддерживает самые отъявленные провокации, включая Одесскую, которая прокатилась вчера и которая унесла столько жизней. И самый простой и достойный выход сесть за общий стол и попытаться искать решение. А решение, очевидно, без федерализации, без второго государственного языка русского, решить проблемы невозможно. Поэтому, если у них до этого мозгов не хватит и воли, ждите осложнений ситуации, еще более острой. Такого рода выборы расколят окончательно Украину, она неизбежно развалится. Геннадий Андреевич, возвращаясь на минуту к тем событиям, с которых мы начали наш разговор, к событиям в Одессе этой ночью, где погибли люди в пожаре в заблокированном боевиками правого сектора Доме профсоюзов. А на ваш взгляд, какую именно ответственность могут понести те украинские власти, при чем по пустительстве это случилось, и каков механизм обеспечения этой ответственности может быть... Вы, наверное, обратили, затонул паром, повиняя неопытности и безответственности капитана и его команды в Южной Корее. Премьер приехал извиняться, подал в отставку. Это в результате аварии. А здесь убийство, смерть, насилие, приказы расстреливались, поджоги и все остальное. Это тянет как минимум на срок пожизненно, а вообще говоря, за это в любой стране поставят в стену. Спасибо вам за ваш комментарий, Геннадий Андреевич.